Приветствую на канале друзья с вами Белогор. Странное явление произошло после апрельского затмения 2024 года. Океанографы и метеорологи ломают головы над загадочной аномалией, которая появилась в водах Южного полушария. Согласно винтиски.ком, авторитетной системе мониторинга океана, огромное пятно размером примерно со штат Техас было обнаружено вблизи Антарктиды 9 апреля около 14.00. Но оно исчезло бесследно через два дня. Загадочное явление было описано как обширное поле волн, некоторые из которых достигали высотой 80 футов. Это странное возмущение вызвало другое возмущение в сети. Появилось множество теорий. Некоторые предполагали, что водная аномалия могла быть результатом падения метеорита, способного вызвать такие большие волны в океане. Другие же предполагают, что возможно было сейсмическое событие, которое могло генерировать аналогичные волны. Третья сторона утверждает, что аномалия может быть вовсе не естественным явлением, а работой колоссального подводного аппарата, который излучает такие волны. В любом случае, научное сообщество сохраняет осторожность, подчеркивая необходимость дальнейшего расследования такого анализа данных. На следующий день представители компании Вентиски написали в социальных сетях, что эта гигантская волна возле Африки была вызвана ошибкой модели. Однако этот ответ не убедил пользователей интернета, поскольку они покопались в архивах и выяснили, что в феврале 2024 года, недалеко от Западной Африки, тоже была аномалия, похожая на эту и в том же месте. Аномалия Балтийского моря – это 14 тысяч летний древний храм, который погиб под волнами всемирного потопа. Объект странной формы был обнаружен искателями подводных сокровищ в 2011 году. Эта аномалия, 70-метровая странная выпуклой формы, появилась на гидролокаторе на 100-метровой глубине. Некоторые теоретики заговоров утверждают, что он имеет сходство со звездным кораблем с около тысячелетия из франшизы «Звездных войн». Другие утверждали, что это могут быть остатки затонувшего города, который ушел под воду много лет назад. Рассказчик из видео на ютубе на канале Археодоку сделал странное заявление. Потрясающая, весьма противоречивая находка наконец была идентифицирована как подводное монументальное сооружение эпохи Палеолита. Огромные геометрические символы, которые были установлены в древнее бетонное здание, представляют собой иероглифы Палео Стэнфорда мировой атлантической культуры. Двухметровое отверстие с квадратом вокруг него образует свисящуюся лодку лигатуры. Квадратный глиф представляет собой планету, а точка представляет цифру вместе, читается как Юпитер 1. Круговой формат всего храма и его необычный купол представляют собой палеоформенную цифру, которая использовалась в атлантических духовных традициях. Это единая универсальная божественная творческая сила. Странный выпуклый купол, вероятно, служил для фокусировки ультра-инфразвуковых волн в полусферической внутренней камере, доступной из соседнего глубинного коридора. Опытные океанографы утверждают, что структура, похоже, сделана из металла. Возле этой находки постоянно выходят из строя навигационные и спутниковые приборы. 9-метровый объект был обнаружен шведским исследователем Питером Линдбергом и его командой исследователей под названием «Океан Икс». Они специализируются на поисках затонувших сокровищ. Вот что по этому поводу сказал капитан. Моё собственное мнение, глядя на сканирование Сонара в окрестностях, заключается в том, что я чувствую, что есть некие наглядные свидетельства более необычных аномалий с неестественными формами, сопровождаемые следами на морском дне, которые, как мне кажется, требуют дальнейшего анализа. Первоначальный интерес к аномалий был вызван её неестественной формой и прямыми углами, купольной структурой на её вершине и тем, что, по-видимому, там есть лестница, которая ведёт вниз. Он находится на площадке высотой около 6 метров, как будто он остановился после того, как пропахал морское дно, что придает этой структуре вид корабля с краном. Образец, который был поднят со дна и проанализирован, содержит лимонид и гетит. Израильский геолог Стив Вайнер сказал, что эти материалы – это металлы, которые в природе не встречаются, и, по всей вероятности, а не искусственного происхождения. Не секрет, что Бермудский треугольник является одним из самых популярных мест в океане, который связан с теориями заговора. С момента начала документирования происшествий здесь таинственно исчезли уже более 200 морских и воздушных судов. Это породило множество мифов о этом месте. Этот таинственный воздушный инцидент произошёл в 2009 году с участием борта Air France 447. Он направлялся из Рио-де-Жанейро в Париж. Вылетев из столицы, самолёт спустя 4 часа пропал над водами океана. Поисковые отряды долго прочесывали морскую гладь в поисках ответов на причины такого исчезновения. Прошло продолжительное время, прежде чем поиски увенчались успехом, и к расследованию таинственного происшествия приступила группа экспертов. Выдвигались разные гипотезы вплоть от интенсивного облучения электроники радиацией. В 2011 году космический телескоп Кора, находясь на высоте 1000 километров, замерил уровень потоков протонов солнечного происхождения. При помощи таких измерений была найдена область, в которой протоны проходят дальше, чем в других местах на Земле. Эта область, как ни странно, находилась именно там, где незадолго до этого потерпел крушение борт Air France 447. Таким образом, была найдена странная закономерность. Магнитное поле в этом месте отличалось от того, что фиксируется в других частях нашей планеты. Это место назвали Южноатлантическая магнитная аномалия. Точно так же, как Бермудский треугольник опасен для кораблей и самолетов. Так называемая Бразильская аномалия тоже представляет собой известную угрозу для разного рода судов. Также было выяснено, что этот район радиационной аномалии «дышит» в кавычках. Периодичность такого дыхания соответствует циклам солнечной активности. В максимуме активности потоки уменьшаются, а в минимуме, наоборот, увеличиваются. Причина возникновения Южноатлантической аномалии неизвестна, но предполагается, что она связана с другими гораздо более опасными явлениями. Падением напряженности общего магнитного поля Земли. Еще один странный факт, который можно сказать о нашей планете, это подводные аномалии. Таинственный свет, который поднимался со дна моря, заинтриговал рабочих нефтяной платформы в бассейне «Компас», которая расположена между Рио-де-Жанейро и Эспириту-Санту. Явление, которое было запечатлено очевидцами на видео, стало вирусным в социальных сетях и платформе YouTube, породив многочисленные спекуляции и теории по этому поводу. На видео, снятом одним из рабочих, видно интенсивное освещение в воде. «Солнце зашло с другой стороны», – комментирует один рабочий, говоря о том, что в этом регионе не должно быть света. Эта сцена вызвала жаркие дебаты в интернете. Как бывает в таких случаях, сразу же появилось несколько теорий на этот счет. Одни предположили, что свет может исходить от подводной лодки, которая является наиболее правдоподобной гипотезой. Один из комментаторов в платформе YouTube написал, что, возможно, на дне океана происходит какая-то вечеринка с электрическими рыбаками. Бассейн Кампас – один из основных нефтеперерабатывающих регионов Бразилии, и на долю которого приходится около 30% добычи нефти в стране, и 14% природного газа. Он насчитывает более 40 открытых нефтяных месторождений, включая такие, как Марлим и Ранкадор. Этот таинственный свет может иметь различное происхождение, но точное его происхождение никто не может установить. В конце прошлого века глубоководные микрофоны Национального управления по проблемам океана и атмосферы, сокращенно NOAA, зафиксировали самый громкий в истории звук, когда-либо записанный в морских просторах. Он был такой силы, что его уловили два прибора, которые находились почти на 5000 километров друг от друга. До сих пор ломают головы, какому животному существу принадлежит этот странный клич, и неизвестно, откуда он исходил. Так ученые и не пришли к определенному выводу по поводу происхождения этого громкого звука, но со временем его окрестили «Голос Ктулху» по мотивам романа из книги Говарда Лавкрафта. За много лет до изучения подводного мира ученым бы подалились лишь два образца загадочного вида. Эти оба вида были личинками. Судя по двухметровым зародышам, так называемый лептецефал в зрелости может достигать 20 метров. Еще сто лет назад встреча с таким монстром могла обернуться для моряков настоящей трагедией. Многие говорят, что эти животные до сих пор встречаются на просторах океана. Вообще, сам по себе океан хранит очень много тайн, и еще в 19-20 веке отмечались странные случаи, когда некие неизвестные объекты стремительно вылетали из воды и на большой скорости исчезали в небе. Например, в 1824 году был опубликован дневник Эндрю Блокхэма, в котором было описано странное явление. Его наблюдали 12 августа, когда судно шло по водам Атлантического океана. Вот запись из вахтенного журнала. Сегодня 12 августа 1824 года, приблизительно 3.30 утра, ночная вахта на палубе неожиданно застыла от изумления. Все пространство вокруг озарилось светом, хотя было темно. Посмотрев на восток, мы увидели огромное круглое светящееся тело. Оно поднималось примерно под углом в 7 градусов из воды к облакам. Потом оно исчезло из поля зрения. Такая же картина повторилась еще раз. Тело было цвета раскаленного до краснопушечного ядра. И по размерам походило на солнце. Оно излучало очень сильный свет. На палубе можно было найти иголку в это время. Вот еще один рассказ от 1845 года. Бригантина Виктория плавала в Индийском океане в 1360 километров от Азии. Внезапно экипаж заметил странное явление. На протяжении 10 минут в полмиле от нашего корабля из воды вылетели три сверкающих тела. Они скрылись в небе, но моряки смогли их рассмотреть. Эти тела имели форму дисков размером в 5 раз больше луны. И были соединены между собой некими светящимися шнурами. В скором времени эти диски появились вновь. И приблизившись к поверхности воды, нырнули под нее. Что касается подобных явлений, их неоднократно замечали советские моряки. В 1965 году члены команды теплохода «Радуга» в Красном море наблюдали, как в двух милях от судна из воды вылетел огненный шар. Он был диаметром 60 метров. Завис он примерно на высоте 100 или 170 метров над поверхностью моря. И освещал ее его. Вслед за ним потянулся огромный столб воды, который потом с грохотом обрушился обратно в море. Таким образом, шар провисел на протяжении нескольких минут, а позже, плавно набирая скорость, улетел. И скрылся из виду. Очевидцы и члены команды военного корабля «Василий Киселев» в декабре 1977 года также видели странное явление. Они находились около острова Новая Георгия. В один миг из воды вертикально вверх поднялся круглый сплюснутый в виде тора объект. Размеры его были поистине поразительными. Он был примерно 500 метров в диаметре. Завис он на высоте 4 или 5 километров, и на судне моментально вышли из строя радиолокатор и вся электроника. НЛО провисело в воздухе в течение трех часов. В это время успели сделать фотографии этого объекта. Этот странный бублик, как его прозвали моряки, за это время вскоре моментально исчез. В любом случае, океан хранит в себе множество тайн, которые предстоит разгадать. С вами был Белогур. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои видео. Оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу. До встречи в следующих выпусках.